Моя задача сегодня проповедовать о силе Духа Святого в проповеди. Что это такое? Как это происходит? Что зависит от проповедника, чтобы его проповедь была в силе Духа Святого? Что значит сила Духа Святого, которая проявляется во время проповеди? Значит ли это, что нужно громко кричать на кафедре, стучать по кафедре, бегать по сцене, чтобы как-то создать силу Духа Святого? Как-то один раз мне пришлось проповедовать в церкви пятидесятников. Я не проповедую в церквях пятидесятников, но это были похороны, похороны нашего родственника. И мы приехали туда, и пресвитер пригласил меня в братскую комнату и говорит, ты будешь проповедовать. Ну, похороны, родственник, я согласился. Проповедовал первый брат, потом второй брат, потом я вышел проповедовать. Я говорил о вечности, о небе, о том, как человек может попасть на небо. И закончилось собрание, и я стою вот так вот впереди со своей женой. Вижу, как ко мне пробирается один пожилой дедушка. Он подошел ко мне, поприветствовал и говорит, я давно живу в Америке. Я уже давно не замечаю, что в Америке есть кто-то, крещенный Духом Святым. И вот эти два проповедника, которые перед тобой проповедовали, они ничто. Вот ты в Духе сегодня проповедовал. И потом говорит, ты с какой церкви? И я понимаю, что это такой момент, который я могу разочаровать дедушку. Я говорю, я с Эджвуда. Он говорит, с Эджвуда? Где такая церковь? Я все церкви знаю. Что это за церковь? Я думаю, как же ему сказать, что я с баптистской церкви? Разочаруется же. И так я промолчал и ничего не сказал. Что значит проповедовать в силе Духа Святого? Как нам, как проповедникам, понимать это? Ведь это настолько важно. Ведь в этом весь смысл проповеди, чтобы Дух Святой начал что-то говорить. Чтобы Дух Святой касался сердца человека. Чтобы проповедь была понятна. И она побуждала человека к перемене. К уподоблению в образ Христа. К святой жизни. И как получается так, что некоторые проповеди, которые звучат с кафедры, это сильные проповеди. А некоторые проповеди, они никакие. И как нам, как проповедникам, понимая все эти особенности, видеть эту важность, чтобы говорить именно такие проповеди, которых Дух Святой действует и говорит. Давайте посмотрим сегодня, например, апостола Павла, как он понимал свое проповедование. Что именно он делал для проповеди. И как он понимал свою зависимость от Духа Святого, чтобы Дух Святой действовал и проявлялась сила Духа Святого в проповеди. Павел видел проблему в Коринфянской церкви. Он видел, что там слишком много члены церкви уделяют внимание личности самого проповедника. Качеством, каким-то качеством проповедника. И он много осуждал Коринфян за это. И во второй главе первого послания он сам говорит о том, как он пришел в эту церковь и как он проповедовал. Давайте откроем первое послание Коринфяна. Я прочитаю вторая глава, первые пять стихов. Первое послание Коринфянам, вторая глава, первые пять стихов. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Из этого текста, который мы прочитали, я вижу три важных момента. Три составляющих, которые необходимы для того, чтобы Дух Святой действовал, для того, чтобы проповедь была сказана в силе Святого Духа. Первое – это верное содержание. Второе – это верное состояние. И третье – это верная цель. И прежде чем мы коснемся каждой из этих трех моментов, давайте вначале немножко обратим внимание на контекст того, что происходило здесь, когда говорит апостол Павел. Ораторы того времени, а это Греция, были своего рода речевыми шоуменами. Они приходили, они готовили очень захватывающее, очень увлекательное выступление. И когда вот такой спикер или оратор приезжал в город, собиралась толпа. И они ожидали от него услышать что-то особо подготовленное, интересное. Они ожидали вот этой захватывающей речи, которая будет произнесена ими. И более того, успешный оратор, он мог продвинуться в Греции по социальной лестнице. И в конечном итоге он мог стать и политиком. Так как сегодня, правда, тот, кто хорошо говорит и много обещает, он может достигнуть и стать политиком сегодня. Так было и тогда. Но в общем вот эти выступления ораторов, они были направлены на то, чтобы доставить удовольствие слушателям, чтобы это понравилось, чтобы принести какое-то развлечение этой толпе. Они не имели какого-то особого, специального содержания в своей речи. И главная задача была достигнуть состояния, чтобы толпа начала аплодировать, чтобы людям понравилось то, что они сказали. Другая проблема, которая была в Коринфской церкви, я говорил, что церковь в Коринфе была разделена на группы. И Павел видел это. И Павел понимал это. И эти группы в церкви, каждый из них выбирал себе своего руководителя или того проповедника, который им нравился. Кто-то говорил, нам нравится Аполлос, кто-то говорил Кифа, кто-то Павел. А некоторые говорили, все эти проповедники, они неправильные, они недуховные. А вот мы христовы, а вот мы особая категория тех, кто понимает, как нужно проповедовать. И причиной вот этого деления, конечно, была гордость. Коринфяны относились к проповедникам в своей церкви как к греческим ораторам. Как они оценивали их вот этими мирскими методами, как это они привыкли делать, когда эти ораторы приезжали в их город. Но Павел решил проповедовать по-другому. Он принял решение, и он сказал об этом Коринфянам. Он показал, что сила Божия, сила Духа Святого проявляется совершенно по-другому. Именно так он будет проповедовать. И когда мы прочитали этот текст, я сказал, что три составляющих, которые он показал, это верное содержание, это верное состояние проповедника и верная цель, которую ставит проповедник. Давайте посмотрим в текст и увидим эти три момента, о которых здесь сказано. Первое – это верное содержание. проповедь в силе Духа Святого – это проповедь с верным содержанием. Во второй главе, которую мы прочитали, мы находим, что Павел принимает решение в отношении своей проповеди. Мы видим это решение уже немножко раньше. Посмотрите, первая глава, 17 стих, о котором мы слышали сегодня, написано, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». В этом тексте мы видим это очень сильное заявление, которое делает апостол Павел. Он говорит о том, что для него главное было благовестие, даже не священодействие, даже не крещение. Христос послал апостола Павла, чтобы он благовествовал, чтобы он проповедовал. Братья проповедники, Христос нас послал на это служение. Он послал нас проповедовать, и нам важно ставить вопрос перед собой, как мы должны проповедовать, как мы должны передать весть Евангелия. И нам, как проповедникам, важно понять, что содержание Евангелия, содержание нашей проповеди важны, но содержание Евангелия и передача Евангелия, они неразрывно связаны между собою. И в Коринфе Павел принимает решение, что он будет передавать Евангелие верным способом, верным путем. Он отказался проповедовать Христа посредством премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Премудрость слова – это метод проповеди. Крест Христов – это содержание проповеди. И метод проповеди может упразднить содержание проповеди. И Павел это понимает. Если мы не последуем его примеру, если мы начнем проповедовать в премудрости слова, мы придем к трагедии в нашей проповеди. Эта трагедия в том, что крест Христа будет упразднен. Слово упразднен буквально означает, он останется без необходимой силы. Мы можем сделать так, что крест Христа не будет иметь силы, даже если мы проповедуем крест Христа. Потому что метод мы изберем неверный. Потому что передача будет неправильная. Мы можем проповедовать о искупительной жертве Христа. Мы можем проповедовать о заместительной жертве. Но на самом деле результата не будет никакого, потому что мы неправильно это сделали. Потому что мы не последовали примеру апостола Павла. И как результат церкви будут построены на песке. Церкви будут построены на человеческом основании, на мудрости человеческой. Но не на силе Духа Святого. И все, что нужно, чтобы так произошло, нужно использовать премудрость слова. Нужно использовать человеческую мудрость. И мы, как проповедники, мы всегда стоим перед выбором. Или крест Христов направит нашу проповедь, или наша проповедь упразднит крест Христов. И нам важно понимать это. И поэтому, если Христос послал нас благовествовать, если Христос послал нас проповедовать, и сила приходит только определенным способом, нам нужно знать, что это за способ. Нам нужно научиться у апостола Павла. И он объясняет об этом. Он говорит об этом. Если бы апостол Павел после 17 стиха 1 главы сразу бы уже перешел ко 2 главе, нам было бы понятна его логика, но он этого еще не делает. И мы видим, что в 1 главе, начиная с 18 стиха до 31, он делает еще один шаг, чтобы объяснить, как правильно проповедовать. Он говорит о том, что в общем плане спасения Бога есть цель погубить мудрость мудрецов и обратить мудрость мира сего в безумие, отвергнуть человеческие требования, чудес или мудрости, и сделать спасение посредством юродства проповеди, что является соблазном для иудеев, и то, что является безумием для еленов. Это Божий план. И над всей этой мирской человеческой мудростью Бог превознес крест. Крест стоит над всем этим, над всем, что может предложить человеческий гений. Над всей этой мудростью Бог сделал так, что план спасения выглядит непривлекательным и даже глупым с позиции людей мира этого. И при этом целью Бога было посрамить мудрость человеческую. И Господь показал, что те, которые готовы пойти на это принятием немудрого Божьего, немощного Божьего и уверовать распятого Иисуса Христа, те идут верным и правильным путем. И более того, Павел показывает, что сами коринфяны прошли таким путем. Они уверовали в Иисуса Христа. Павел говорит, кто из вас мудрый? Кто из вас занимает какое-то значимое положение? Но вы поняли, в чем Божья премудрость? Вы уверовали в крест Иисуса Христа. И это произошло, как он подводит итог, чтобы хвалящийся хвалился Господом. И теперь мы переходим ко второй главе. И во второй главе Павел говорит, и когда я проходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в премудрости слова или мудрости. Павел был удивительным человеком, как личность. Но проповеднику нужно пройти через отвержение самого себя. Проповеднику важно пройти через сораспятие со Христом. Ему важно принять это решение, потому что не сораспятый проповедник будет пользоваться человеческой силой и человеческой мудростью. Сильные церкви строятся там, где проповедь звучит в силе Духа Святого. Свидетельство Божие, о котором говорит Павел в этом стихе, свидетельствует о Боге. А превосходство человеческое, оно указывает на проповедника. И в этом проблема. И Павел выбирает первое. Он выбирает свидетельство Божие. Он не желает, чтобы в его проповеди что-то было направлено на него самого, на человека, на проповедника. Он выбирает этот правильный путь, чтобы проявилась сила Духа Святого. И посмотрите, во втором стихе он говорит, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Когда он произносит эти слова, «Ибо я рассудил», это говорит, он принял решение. Он готовил свою проповедь. Он думал о том, как он будет говорить Коринфянам, как он будет проповедовать. И он принимает правильное решение. Он не будет подстраиваться под слушателей. Он не будет копировать кого-то из ораторов. Он будет захвачен посланием. У него будет верное содержание, которое он должен будет передать. Он поставил цель своей проповеди. У меня будет верное содержание проповеди. Он решил не говорить с этими коринфянами о философии, о политике, о экономике, о социальной справедливости, о чем-либо угодно. Он решил говорить только об одном – об Иисусе Христе, и при том распятом. Сегодня люди хотят говорить о Христе. Сегодня люди готовы говорить о Христе. Они готовы говорить о Христе и говорить о философии любви, которую принес Христос, о религии мира, которую создал Христос. Они готовы говорить о прекрасном учении, о добродетели, о помощи бедным, о которых говорил Христос. Но люди сегодня не готовы говорить о Христе распятом. Потому что распятие Христа указывает на крест, а крест указывает на наши грехи. И люди мира этого, мудрость мира этого всегда входит в конфронтацию со Христом распятым. Люди готовы слышать наше слово, но они не желают и не готовы слышать слово о кресте распятом. Но в этом верное содержание проповеди. И Павел принимает это решение. Он желает говорить о кресте, он желает говорить о Христе распятом, хотя сегодня и тогда в мире почитается это безумием. Но Павел принял это решение. Он сказал, я об этом буду проповедовать. Это будет моя проповедь. И нам интересно увидеть, что Павел умнейший, способнейший человек, богослов, ученый. Он принимает особое решение не пользоваться в проповеди человеческой мудростью. И мы задаем вопрос, а что именно он посчитал человеческой мудростью? Где он провел вот эту линию? Где он провел эту границу, что я не буду переступать эту границу? В своем решении Павел отверг все методы искусства классической риторики. Риторика в то время это была основа образования, основа искусства, искусство красноречия. Это давало возможность для престижных профессий. И в Древней Греции было четкое разделение на высший класс, на образованных людей и на низший класс простых людей. И когда вот в то время риторика использовалась, изучалась, это давало возможность человеку продвигаться, как я сказал. Но была одна проблема. Проблема как в древности, так и сегодня. Проблема в том, что это был способ показа самого себя. Это был способ гордости. Это был метод самопрославления. И именно здесь Павел провел границу. Именно здесь Он показал, что Он не будет манипулировать Своими словами, чтобы понравиться слушателям. Он понимает, что это путь исказить истину. Это путь упразднить крест Христов. Он был образованным. Он был даровитым. Он был ревностным. Он был способным. Но Он понимал разницу между проповедью Христа и показом самого себя. И Он, понимая эту разницу, Он сделал вот это разделение. Он понимал разницу между приобретением учеников для Христа и приобретением учеников для самого себя. Он видел эту проблему. Он знал разницу между благовестием Евангелия и привлекательными способами понравиться публике. Он знал разницу между силой Духа Святого и плотью. И здесь Он поставил эту разницу. Он действительно был этим глашатаем того послания, которое он получил от Господа. Он говорил, что я должен. Я должен и богатым, и бедным. Я должен и мудрым, и невеждам. Но проповедуя это слово, это было Евангелие благодати о кресте распятом. Он никогда не подстраивался под аудиторию. Он никогда не пытался понравиться, если это умные, знатные, образованные. Он говорил, имея верное содержание в своей проповеди. И Он знал, что Евангелие – это указать на распятого Мессию, висящего на кресте. Он понимал, что Ему важно указать на креста и сказать, что здесь исцеление ваших ран, здесь получение радости, здесь во Христе распятом полнота жизни, здесь мудрость. Здесь ответы на все ваши вопросы, здесь победа над вашими искушениями, здесь прощение грехов и примирение с Богом в кресте распятом. Это была его проповедь. Он показывал, что Иисус распятый дает жизнь из своей смерти, радость из той скорби, в которой находится, силу от слабости, которая видимая. Распятый воскресший Христос, он открывает премудрость Божию. И Павел выбрал это содержание своей проповеди. Билли Грем в свое время был приглашен говорить речь перед самой образованной аудиторией Ельского университета. Он говорил речи и проповеди перед президентами Америки. Какое искушение показать себя, когда ты перед самыми образованными людьми в Америке? Какое искушение показать, что ты тоже что-то понимаешь, ты тоже в чем-то разбираешься, ты тоже что-то читал? Какое искушение показать самого себя? Но во всех этих беседах, во всех этих встречах Билли Грем поставил цель не удивить людей своим интеллектом или высокопарными словами. Он говорил им простые истины Евангелия. Он говорил о том, что всякий человек должен примириться с Богом через крест Иисуса Христа. И поэтому верное содержание проповеди, сосредоточенное на кресте распятом, а не на превосходстве слова, это тот путь, чтобы проявилась сила Духа Святого. Второй момент. Второй момент – это верное состояние. Сила Духа Святого проявляется в проповеди сораспятого проповедника. Когда верное состояние проповедника, когда он понимает свою ответственность. И в третьем стихе Павел пишет, «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепоте, и слово моя, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Павел пришел в Каринф с дрожащими коленками и трясущимися руками. Он говорит об этом состоянии. Более того, он принял решение проповедовать в немощи и страхи, хотя он знал, что это не понравится жителям Каринфа. Он пришел к ним в этом состоянии, он мог бы это сделать по-другому, но он принял решение. Он понимает, что такой должна быть его проповедь. Его поведение или стиль проповедования не могут противоречить содержанию проповеди. И если он будет говорить о распятом Христе, то он сам должен быть сораспятым проповедником. Возможно, Каринфяне хотели бы увидеть кого-то более уверенного, кого-то более смелого, но Павел знал, что он особо не понравится Каринфянам. И для Павла вот это состояние, которое он принимает, это не было какое-то искусственное смирение, которое и сегодня некоторые проповедники показывают за кафедрой. Павел вовсе не ставил цель показать себя смиренным. Он был таким человеком. У него было верное состояние, у него было верное отношение с Господом и с Духом Святым. И цель Павла была в том, чтобы люди не смотрели на него и не восхищались им, и не прославляли и восхваляли его как проповедника. Его цель была в том, чтобы люди увидели Христа и могли восхищаться Христом. Именно поэтому Павел противопоставляет человеческую мудрость явлению Духа и силы. Человеческая мудрость затрагивает чувства людей. Но человеческая мудрость никогда не способна изменить сердце человека. Это только действие Духа и силы. И когда мы в состоянии смирения, когда мы понимаем, что такое сораспятие со Христом, тогда Дух Святой начинает действовать. Тогда сила Евангелия проявляется. Тогда происходит это чудо действия Бога и Духа Святого. Это вовсе не означает, что наша проповедь должна быть какой-то неподготовленной, что мы ничего не должны делать. Те, кто поступают так, они просто проявляют лень. Они не делают того, что они должны делать. Но Павел говорит в этом тексте о явлении Духа и силы. Слово явление означает, что Дух Святой начинает действовать в этот момент. Это означает, что Дух Святой через проповедь использует силу Евангелия, чтобы касаться сердца человека. Дух Святой через ясную проповедь о Христе распятом воздействует на разум, на волю, на сердце человека, чтобы дать спасение человеку, чтобы дать возрождение человеку, чтобы побудить уже верующего человека принять решение жить святой жизнью. В этом сила Духа Святого. И вот это изменение сердца – это чудо. Ни один оратор не способен этого достигнуть. Ни один человек, который пользуется человеческой мудростью, не может иметь такой результат – это делает Дух Святой. И Дух Святой делает это через немощных проповедников, которые прошли через сораспятие. Мы можем задать вопрос, кто это такой сораспятый проповедник? Когда Павел пришел в Коринф, он был полностью готовым к использованию Духом Святым. И когда мы читаем 18 главу книги «Деяния апостолов», когда он описывает, что он пришел в Коринф, и он каждую субботу собирался, он проповедовал евреям, он проповедовал еленам. И там, в это время его пребывания, Дух Святой написано, он сказал ему, чтобы он проповедовал о Христе распятом. И посмотрите, в Коринфе он говорит, я принял решение, я рассудил, чтобы так делать. Но книга «Деяния апостолов» говорит, он слышал голос Духа Святого. Он был в состоянии открытости перед Богом. И Дух Святой показал ему, что он должен проповедовать. И Павел говорит, я принял решение. Я сказал, я буду делать так, как сказал Дух Святой. И вы помните, дальше там написано в «Видении», Господь явился ему, сказал, Павел, ничего не бойся, я буду с тобою, у тебя не будет никакого зла. Сораспятый проповедник, он в таком состоянии находится с Господом, что он слышит голос Божий. Он слышит и понимает, что такое водительство Божие. Поэтому у Павла не было цели в том, чтобы толпа начала ему аплодировать. Его цель была в том, чтобы Дух Святой начал спасать грешников и менять их жизни. Сораспятый проповедник имеет силу проповедовать о распятом Господе. И нам важно проверять себя. Павел говорит, я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Павел говорит, я каждый день умираю. Это было верное состояние. В таком состоянии проповедник может быть использован Духом Святым, и проявляется эта сила Духа Святого. И мы смотрим на второй стих, и мы можем видеть, как Павел ради этой цели опустошил себя от всего ради Христа распятого. Он настолько благоговел перед Христом. Он настолько понимал ценность этой вести о Христе. И нам важно понимать, что это самое ценное, это самое значимое. Мы не можем осквернить драгоценность этой вести своим эго, или своей гордостью, или своими амбициями. Мы должны быть готовы возвестить эту весть, и у нас должно быть верное состояние. Как часто люди, которые посещают наши церкви, они уходят оттуда в восхищении от музыки, или от пения хора, или от оркестра, или от общего пения, или от света, или от звука, или от кофе, или от гостеприимства, или от проповедника. И нам важно задать вопрос, кто был главным на собрании. Все мы, те, кто поют, те, кто радостные, приветственные, или Христос. Кого видят люди, когда приходят в наше собрание. И апостола Павла было верное состояние, верное понимание. Вы помните, он сам пишет во 2 Коринфянам, что он был восхищен до третьего неба. И там, в этом присутствии Бога, он получил особое откровение, которое словами передать нельзя. Но когда он находился там, он дальше свидетельствует, но чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, чтобы удручать меня. И он понимает это действие Божие, что оно направлено, чтобы у него было верное состояние пред Богом. И он там говорит, я понимаю этот метод Божий. Он использует меня как проповедника, чтобы сила Божия, она проявлялась в немощи. Мы с вами видим этот важный момент. Сила Духа Святого проявляется тогда, когда слово касается сердца. И в Писании сказано, что вот эта сила Духа Святого, это не то, когда я громко кричу, или бегаю по сцене, или стучу по кафедре. Это тогда, когда проявляется должный результат. Когда те, кто находятся в зале, они слышат голос Божий. Христос сказал, овцы мои слышат голос мой. Когда Дух Святой действует, и люди слышат этот голос. Когда они понимают эту истину, потому что они рождены от Духа Святого. Когда очи сердца просвещаются для познания Господа. Когда происходит то, что написано Ефесиным, и осветит тебя Христос. Когда то, что написано в Коринфянском, проявляется, Бог озаряет сердца и просвещает нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Когда происходит печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние. Вот в чем сила Духа Святого. И Дух Святой начинает действовать. И поэтому сила Духа Святого проявляется тогда, когда у проповедника верное состояние. Есть третий момент. И третий момент – это верная цель. Сила Духа Святого проявляется в проповеди, когда у проповедника верная цель, которую он ставит перед собой. И цель апостола Павла мы видим в пятом стихе. Посмотрите, в пятом стихе он говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Это была его цель. Это было его желание. Его желание было в том, чтобы вера его слушателей утверждалась. Слово «утверждалось» – это буквально, чтобы она строилась, чтобы она воздвигалась. И чтобы у этого здания было верное основание, и правильный фундамент, этот фундамент – сила Божия. С этим желанием он выходил на кафедру. С этим желанием он проповедовал Коринфян. Значение проповеди в силе Духа Святого огромное, и Павел мог достичь больших результатов, пользуясь человеческой мудростью. Он мог бы всем этим Коринфянам сказать то, что они никогда не слышали. И вопросов философии, и вопросов политики, и вопросов всего знания, которое было у апостола Павла, но он избрал совершенно другую цель. Он избрал цель, чтобы созидалась и воздвигалась вера его слушателей. Павел преповедовал, как этот сосуд, который был приготовлен владыке, и Бог использовал этот сосуд. И сила Духа Святого проявлялась, потому что у Павла была та цель, которая есть у Духа Святого. А цель Духа Святого – чтобы наша вера утверждалась. А вера – это наше доверие Богу. Когда мы понимаем свою зависимость от Бога, когда мы идем к Господу, сила Духа Святого не тогда, когда мы кричим или бегаем по сцене, сила Духа Святого, когда слово проникает в сердце, когда людям хочется каяться перед Богом, когда хочется менять свою жизнь, когда хочется оставлять грех, когда хочется менять характер, когда хочется становиться ближе к Богу и похожим на Него. Вот это сила Духа Святого. Это то, что совершает Дух Святой. В этом вера наша, которая созидается на этом верном основании. А Павел достиг этой цели. Он достиг той цели, которую он сказал в 1 главе 17 стихе. Он сказал в этом стихе, что я хочу проповедовать так, чтобы не упразднить крест Христов, потому что слово о кресте – это сила Божия. Мы проповедуем слово Божие. И нам нужно верно и правильно готовиться к проповеди. Это величайшее дело, которое доверил нам Господь. И, братья, когда вы готовитесь или когда вы проповедуетесь, никогда не смущайтесь от вашей обычности, от вашей неспособности или, может быть, от отсутствия восторженности от вашей проповеди. Большинство проповедников – это обычные проповедники. Это не какие-то выдающиеся ораторы, это не какие-то выдающиеся личности. Мы можем и мы должны улучшать наши проповеди. Но если мы хотим, чтобы Дух Святой действовал, если мы хотим, чтобы была сила Духа Святого в нашей проповеди, давайте по примеру апостола Павла. Всякий раз, когда мы готовимся, когда мы живем, когда мы совершаем служение проповедников, мы будем помнить об этих трех вещах – о верном содержании в нашей проповеди, о верном состоянии проповедника и о верной цели, которую мы всегда ставим. И Дух Святой будет действовать, и будет благословение в Церкви, и Церковь будет утверждаться на твердом, на верном основании, и это основание – сила Божия. Да поможет нам в этом Господь. Мы будем сейчас молиться. Я прошу, чтобы мы молились о проповедниках. Проповедники нуждаются в помощи Церкви, в молитве Церкви, чтобы они были теми проповедниками, которых использует Дух Святой. Мы будем молиться, чтобы всякий раз, когда звучит проповедь, была сила Духа Святого, и когда вы чувствуете эту силу, когда Дух Святой касается вашего сердца, не ожесточите ваше сердце. Идите навстречу Господу. Принимайте это решение от слова. Быть ближе к Богу. Каяться в своих грехах. Жить Святой жизнью. Потому что это Дух Святой, который затрагивает ваше сердце, побуждая вас к этому решению, чтобы это решение было принято для славы Господа нашего. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok